МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Молодежь Панамы» получила крест ВДМ. Мы расскажем вам, как Папа Бенедикт XVI отпразднует свой 90-й день рождения. Певица Кайли Адетта выпустила свой новый сингл «Ближе». Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта длинная процессия на площади Святого Петра напоминает нам о входе Господнем в Иерусалим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно процессия остановилась у обелиска, где понтифик благословил пальмовые и оливковые ветви. После чего шествие двинулось к алтарю. В своей проповеди Папа говорил о том, что вербное воскресенье всегда немного грустный праздник, ведь он посвящен, по сути, трагическому событию. Сегодня церковь вспоминает триумфальный вход Господень в Иерусалим, но также помнит о том, что Христос будет распят через несколько дней. Он не иллюзия, он не пророк Нью-Эйдж, не продавец дыма, вовсе нет. Он подлинный Мессия в облике слуги, слуги Бога и человека, который теперь идет навстречу своим страстям. Он великий страдалец человеческой боли. Папа говорил о том, что Христос всегда был честен со своими последователями. Путь Господа Иисуса к полной победе лежал через крест. Это единственный способ. Чтобы преданно следовать за Иисусом, мы просим о милости, чтобы это не осталось только словами, но стало делом, чтобы у нас было терпение нести свой крест, не желая отказаться или избавиться от него, но, несмотря на Господа, принимать этот крест и нести его день за днем. В конце Святой Мессы Папа проехал по площади Святого Петра на Папомобиле, чтобы поприветствовать 50 тысяч паломников, которые собрались со всех континентов отпраздновать начало Страстной недели. А вот молодежь из Польши передает крест ВДМ молодежи из Панамы. Принимающая сторона буквально прыгала от счастья. Это незабываемый опыт. Быть здесь так близко к папе, находиться возле базилики Святого Петра, представляя свою епархию, как молодой человек и катехист. Это большая честь знать, что моя страна, будучи такой маленькой частью Латинской Америки, будет принимать папу во время ВДМ. Это замечательно. После того, как папа передал крест панамцам, они больше не могли скрывать свою радость. Ради этого 200 молодых людей во главе с епископом приехали на площадь Святого Петра. Я еще не переварил все случившееся. У меня до сих пор в крови играет радость. Это была замечательная неделя, а событие стало прямо вишенкой на торте. Все началось в субботу во время бдения, устроенного для молодежи в базилике Санта Мария Маджоре. Там папа тепло поприветствовал посла Панамы Мирославу Россос. Пресвятая Богородица, несомненно, сотворила все это. Приехал Святейший Отец, поприветствовал епископов и кардиналов, которые присутствовали. И уже когда он собирался возложить букет цветов к статую Девы Марии, он вдруг развернулся и сказал, «Я еще должен поприветствовать посла». Видео зафиксировало, как он развернулся, и это был большой знак любви. Я вижу этот поступок как знак того, что он очень расположен к Панаме. Папа попросил молодежь Панамы готовиться к встрече. Он сказал мне, мужайтесь, встряхните там всех. Это его точные слова. Он сказал нам, мужайтесь, крепитесь, не останавливайтесь. Это стоит всех ваших стараний. Панама будет принимать ВДМ в 2019 году. Эта небольшая страна уже хорошо подготовилась к событию. Мы действительно хотим принимать людей и дать им почувствовать себя как дома в нашей стране. Наша страна отличается теплотой людей и климата. Немного этого тепла они принесли с собой на площадь Святого Петра в виде этой бьющей через край радости. И теперь все с еще большим нетерпением ждут Всемирного дня молодежи в Панаме. После Святой Мессы Вербное Воскресенье Папа Франциск, как обычно, провел молитву Ангел Господень на площади Святого Петра. Вначале он особенно вспомнил о погибших в недавней террористической атаке в Стокгольме. Мы веряем жертв этой террористической атаки, которая произошла в пятницу в Стокгольме, а также всех, кто до сих пор страдает от войны и трагедии человечества, Пресвятой Богородице и Господу, Который сегодня вступает неделю страданий. К сожалению, в то самое время, когда проходило Святая Месса Вербное Воскресенье, другая террористическая атака произошла в Копской церкви в Египте. В городе Танта, к северу от Каира. Папа помолился о жертвах и обращении сердец террористов и тех, кто продает оружие. Помолимся о жертвах террористической атаки, которая произошла сегодня утром в Коптской церкви в Каире. Да обратил Господь сердца людей, сеющих террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто делает и продает оружие. В этой террористической атаке в городе Танта погибло 28 человек. Эта атака обрушилась на христиан Египта спустя несколько часов после того, как смертник взорвал себя на входе в другой христианский приход в Александрии, где Феодор II, коптский патриарх Александрийский, возглавлял службу. Патриарх не пострадал, но погибли 16 человек. Всего пострадало более сотни человек, а президент объявил чрезвычайное положение в стране на следующие три месяца. Всего через 20 дней Папа Франциск отправится в Египет с официальным визитом, чтобы донести послание примирения до исламистов. Папа Франциск встретился с молодежью в базилике Санта-Мария-Маджоре. Он передал молодежи из Панамы то же послание, что и раньше адресовал молодежи Кракова, поощрил их не сдаваться и двигаться вперед. Тогда я сказал две вещи. Может быть, кто-то помнит? Грустно видеть молодых, которые выходят на пенсию в 20 лет. Это ужасно. Также грустно видеть молодого человека, проживающего свою жизнь на диване. Не правда ли? Никто из молодых не должен жить так. Молодые люди должны идти вперед, поддерживать друг друга, идти рука об руку, смотреть в будущее. Во время встречи прозвучало два свидетельства. Одно от монахини, которая ушла из церкви после принятия первого причастия. А второе – от молодого человека, которого парализовало после землетрясения в 2002 году, когда он был погребен заживо. Позже, после сильнейшей депрессии, я понял, что должен действовать, что должен считать, что мне повезло, и я остался жив. Я должен был жить за тех, кто больше не мог этого делать. Папа делал записи во время их речей, а позже хотел поощрить всех молодых людей действовать, несмотря на многие жизненные трудности. Дорогая молодежь, будьте сильными. Вы скажете, ну, отец, я согрешил столько раз, я слабый. В таком случае я всегда вспоминаю горную песню, которую поют в горах. Она говорит, если собрался забраться на гору, главное – подниматься, даже если поскользнулся. Продолжайте идти вперед. Упали? Поднимайтесь и двигайтесь дальше. Во время этой встречи африканцы исполнили свой традиционный танец, неся цветы и благовония при Святой Деве Марии. Крест Всемирного дня молодежи был символом юбилейного года в 1950 году. Папа Иоанн Павел II отдал его молодым католикам в конце того святого года, чтобы он прошел весь мир. С тех пор этот крест посетил 60 стран. Смотрите далее. Мы узнаем, как Папа Пий XI пытался остановить нацизм. Вы смотрите Ромрепортс для России. В этом году Пасха совпадает с днём рождения Папы Бенедикта XVI. В подарок Ватиканское издательство выпустило книгу, где собраны тексты всех 13 лауреатов премии имени Йозева Ратцингера, Папы Бенедикта XVI. Презентация книги прошла 6 апреля в Риме. Это будет очень скромное, небольшое празднование. В понедельник вечером на пасхальной неделе будет домашний обед в баварском стиле. Больше ничего не могу сказать. Небольшая дань Баварии пойдет на пользу Папе. Да и нам тоже. Монсеньор Генсвайн также прокомментировал выход книги. Это чудесный сюрприз. Не столько сама книга, сколько многочисленные письма, которые продолжают приходить. Это чудесный знак внимания, который, несомненно, сделает много добра Папе Бенедикту. Теплота и уважение по отношению к Папе на покое – это свидетельство и признание его жизни, посвященное служению Церкви. Двадцать стран, где проживают больше всего католиков, насчитывают больше половины католиков в мире. Согласно отчетам Ватикана, это Бразилия – 172 миллиона 200 тысяч католиков. Мексика – 110 миллионов и 900 тысяч. Филиппины – 83 миллиона 600 тысяч. США – 72 миллиона 300 тысяч. Италия – 58 миллионов. Франция – 48 миллионов 300 тысяч. Колумбия – 45 миллионов 300 тысяч. Испания – 43 миллиона 300 тысяч. Демократическая республика Конго – 43 миллиона 200 тысяч. И Аргентина – 40 миллионов 800 тысяч католиков. Согласно статистике, число католиков в мире выросло с 1 миллиарда 272 миллионов в 2014 году до 1 миллиарда 285 миллионов в 2015. Из 100% крещенных – 49% в Америке, 22,2% в Европе, 17% в Африке, 11% в Азии и оставшиеся 0,8% в Океании. Рассматривая статистику по континентам, мы видим, что в Америке 63,7% католиков среди всего населения, в Европе 39,9% католиков, в Африке 19,4% католиков, в Океане 26,4% и, наконец, в Азии 3,2%. Среди служителей церкви насчитывается 5304 епископа, 415 656 священников, 670 320 монахинь и 45 255 постоянных дьякона. Больше всего за последние пять лет сократилось число женщин в монастырях, а именно почти на 50 тысяч. В 1937 году Папа Пий XI предупреждал мир о надвигающейся катастрофе в своей энциклике под названием «С огромной обеспокоенностью», написанной на немецком, в которой он критиковал нацизм. Уже тогда Папа знал, что близится война. Папа знал, что нацистская идеология была новым язычеством. Она не служила человечеству в целом, а только членам арийской расы, и только ей, в конечном счете, это форма расизма, которая проявила себя в антисемитизме. Пий XI знал, что Версальский договор, который положил конец Первой мировой войне, расценивался немцами как унижение. Поэтому в них кипел дух отмщения. Он только подогревался новым лидерам, речи которого нравились немцам, обиженным остальной Европой. Все эти предпосылки мы можем видеть и в современном мире. Я думаю, ясность – это определяющий и важнейший элемент правления Папы Пия XI, который преподает урок всем политикам. Ясность и способность предвидеть, что нельзя полагаться на политиков или политические системы и институты, которые открывают двери разного рода популяризму. От Гитлера пострадали не только евреи, но и католики. К 1935 году нацистское правительство уже нарушило несколько условий конкордата 1933 года – договора, подписанного между Святым Престолом и Третьим Рейхом. Гитлер, который был избран в ходе демократических выборов, начинал показывать свое истинное лицо. Немецкие епископы забили тревогу. Им помогал кардинал Эудженио Пачелли, который позже стал Папой Пием XII. Как раз с подачи Пачелли Папа Пий XI написал энциклику «От руки в Риме», которая была отправлена с дипломатами в Германию. Там она была тайно отпечатана и прочитана во всех приходах страны. После того, как опубликовали энциклику, случилось то же, что и в Голландии во время войны. Тогда епископы просили прочитать письмо в одно и то же время во всех церквях, осуждающие преследования. Наказание за это тысячи человек были убиты. Это слабость тиранов, но эта слабость оставляет за собой кровавый след. Как и во многих других ситуациях, слова Папы упали на каменистую почву и не имели плода. Никто не смог вовремя остановить безумство нацистского режима. История продолжает преподавать нам уроки, чтобы мы могли не допустить такого же в будущем. Какой папа написал больше всего энциклик? А. Лев 13. Б. Пи 11. В. Иоанн Павел II. Выберите правильный ответ. Вы смотрите Ром Репортс для России. Какой папа написал больше всего энциклик? А. Лев 13. Б. Пи 11. В. Иоанн Павел II. Правильный ответ. А. Папа Лев 13. Написал 86 энциклик. Чтобы расслабиться, я занимаюсь спортом в свободное время. Я лежу в постели, играю на телефоне и ем чипсы. Я смотрю фильм или занимаюсь спортом, играю в футбол, баскетбол или гандбол. Я просто лежу, смотрю сериалы и ем вкусную пищу. Я люблю бургеры. Да. В 2016 году более 36 миллионов американцев практиковали йогу, тратя более 16 миллиардов долларов в год на сопутствующие товары, такие как коврики, одежда и аксессуары. Но католическая церковь этого не одобряла. Папа Франциск сказал однажды во время проповеди в Доме Святой Марфы, вы можете прослушать тысячу курсов катехизиса, пройти тысячу духовных курсов, тысячу курсов йоги или дзен и так далее, но ничего из этого не даст вам Духа Свободы Чада Божьего. Папа подчеркнул, что только Святой Дух может подарить мир, искомый в разных формах медитации. Сегодня многие говорят о духовности, но совершенно по-разному. Многие люди не совсем понимают, что это значит. У каждого своя концепция. Из-за этого духовность рассматривается как что-то автономное, касающееся только самого себя. Такая духовность не помогает общине. Эти люди живут только собственной духовностью, индивидуально, и каждый думает, что его или ее духовность настоящая и правильная. Отец Витверх – ректор Института Духовности в Григорианском университете. Он не устает повторять, что христианская вера – это отношение с Иисусом Христом, а через Него – с другими людьми. Такая форма духовности – это акт доверия и веры, которая проникает в каждый аспект жизни человека, в его ежедневные поступки и решения. Важно жить духовностью воплощенного слова, воплощенной веры, жить в церкви, где тело всегда важно. Духовность не значит отрешиться от всего телесного. В церкви, например, важно преклонять колени, сидеть или стоять. Каждый жест имеет значение. Все, что я делаю с помощью тела или как я держу руки во время молитвы – все это имеет свое значение. Наш собеседник уверен, что йога сама по себе неплохая, но чтобы она дала нужный плод, к ней надо приступать с той интенцией, чтобы сосредоточение и медитации помогли христианину приблизиться к Богу и окружающим. Йога может помочь, но нужно смотреть на нее как на инструмент, а не конечный пункт пребывания, потому что важно выбирать то, что вам помогает, например, ту позицию, которая поможет мне достичь желанную цель. Итак, позиция тела, которую выбирает христианин для молитвы или размышления, должна помогать и быть инструментом, который способствует приближению к Богу и ближним, а не отдалению от них. Большинство людей знает о Пресвятой Богородице только то, что написано в Библии. Ее история начинается для нас с Благовещения, но историки и теологи хотят выяснить, как она жила до этого и почему эта еврейская женщина стала так важна для христианской веры. Я хотел бы напомнить, что Мария из Назарета была в своей земной жизни еврейской женщиной, росшей в определенной традиции, в той конкретной исторической среде. Я хотел узнать историю Марии из Назарета. Все это автор описывает в своей новой книге, которая так и называется «Мария из Назарета». Он хотел доказать, что католическая вера и Библия основана не на мифологии и легендах, а на исторических фактах и данных, которые существуют и по сей день. Мы точно знаем, что все исторические места, описанные в Евангелиях, по-настоящему существовали, что люди, упомянутые там, действительно жили. Мы еще многое выяснили. Мы погружаемся глубже в понимание Евангелия, когда изучаем традиции иудаизма времен Христа. Так автор изучил все, начиная от традиций древнего юдаизма, включая обычную для того времени практику, когда семья жила, сохраняя целебат, до того пути, который проделала святое семейство в Египет. И все для того, чтобы понять, кем же была Мария. Чтобы стать матерью Бога, чтобы быть избранной божественным провидением, ей нужно было быть выдающейся, ведь ей предстояло растить Христа. Она должна была его многому научить, поэтому она должна была быть совершенно особенной, уникальной женщиной в истории человечества. Это 39-я книга автора. Предыдущие его работы были переведены на 14 языков мира. Субтитры создавал DimaTorzok Кайли Адетта, автор и исполнитель песен, недавно выпустила видеоклип к своей песне «Клоусер», что в переводе значит «ближе», в который она приглашает стать ближе к Христу. Я надеюсь, что люди почувствуют эту любовь и умиротворяющие присутствие Бога, когда они впервые будут смотреть это видео и слушать песню. Я хочу, чтобы они знали, как сильно Бог заботится о них. Кайли говорит, что запись клипа была настоящим свидетельством Божьей любви и присутствия для нее лично. Даже место, которое было избрано для этого – пример Божьей помощи. Вера всегда играла огромную роль в ее музыке, начиная с рождения, когда Бог одарил ее музыкальным слухом. И поэтому теперь она желает прославлять его своим талантом. Именно поэтому она пишет и исполняет песни, посвященные Богу. Так она и сама полнее приближается к Нему и приводит других людей. Смотрите в следующей программе все подробности визита Папы в Египет. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Субтитры создавал DimaTorzok